Моя любимая брюняка Моя любимая брюняка Моя любимая брюняка Моя любимая брюняка Какой милый уголок Вот она где, газовая камера Можно взглянуть? Я бы не советовал Не волнуйтесь так Газ Даже не электричество Сюда, Джексон Джексон, вам предоставляется особое привилегие Редкое для человека в вашем положении То, о чем вы просили Возможность рассказать вашу историю прессе Так что будьте искренни Спасибо Скоро увидимся, Джексон Все будет в порядке Господин Джексон, вы изумительны Вы сделали то, что хотели Не так уж мне не везет Сигареты? Спасибо, Джордж Может, там пила спрятана? Прекрасно У вас так называемый юмор вычинника Я бы сказал Есть спичка? Да Я бы сказал так Если парень сердцем чувствует, что и ваклевитали То Не так жутко умирать Не так жутко пройти этот последний отрезок Как жутко Зажечь сигарету Скажите, Джексон Как вы попали в эту передрягу? Из-за женщины? Все из-за женщин Вы бы видели эту женщину Кожа, как бархат Прекрасные синие глаза Темный шелк волос Тот тип, который заставляет вас отдать за нее все до последней рубашки Я позаимствовал этого директора Эта девушка, как вы встретились? Она пришла в вашу контору? Вы влюбились в нее? Минуточку, все узнаете Вы, наверное, не в курсе, что я не всегда был детективом До того, как они повесили на меня это убийство Я имел одно из самых миленьких местечек в Сан-Франциско Законный бизнес? Лучше, чем законный Прибыльный Моя контора была в здании Трейфулджа Прямо на краю Чайна Тауна Чайна Таун? Нет, не совсем в нем Знаете улицу Калифорния Стрит и Холл Мустоптона? Да Если спускаться с холма по канатной дороге То можно увидеть мою контору Третий этаж Называлась она Ронни Ронни детский фотограф Никогда не забуду этот день Два часа я пытался заставить этого мальчишку улыбаться Что я только не делал Пробовал все самые надежные трюки Этот парень будет большой шишкой Даже лампы от него устали Быстрее снимайте Сейчас вылетит птичка, птичка Ну, наконец Очередной шедевр Прелестно говоря, ты чудо И вы тоже, господин Джексон Все потому, что я тоже когда-то был ребенком Ужасно хочется увидеть эти снимки Когда они будут готовы Думаю, уже завтра, господин Фаун Прекрасно Я уверен, они вам понравятся Пока, маленький платишка Отпусти палец господина Джексона Его что, дома мясом не кормят? Маленький обжора А он милый Дайте взглянуть Славный мальчик Детский фотограф Прекрасная работа для такого двурукого мужчины, как Ронни Джексон Значит, я обещал сделать фотографии мальчика к завтрашнему дню И взялся за проявку Минут через двадцать Где-то через полчаса я услышал, как в коридоре хлопнуло дверь Я знал, что это Сэм МакКлауд вернулся в контору после трудного дня Полного сборов материала о нескольких ответах мошенниках и убийцах Сэм МакКлауд самый лучший, самый умный частный сыщик Понимаете, я тоже хотел быть детективом Нужны только мозги, смелость и пистолет А пистолет у меня был Я придумал способ, как наняться к нему И отправился через холл Я уже видел свое имя, написанное большими буквами Ронни Джексон, частный сыщик Чего я не видел, так это маленькие надписи внизу Покойся с миром Да, знаешь, детки, не ломай свою хорошенькую головку Я почти поймал этого негодяя Привет, Сэм Послушай, детки, потребуется гораздо больше, чем пара взведенных стражащими пальцами курков, чтобы испугать меня Да Да? Мы поговорим об этом как-нибудь дождевой ночью перед горячим камином Спички принесу я Пока Что задумал, Ронни? Спички? Нет Слушай, Сэм, сегодня все пришло Лицензии и прочее Могу я теперь стать твоим партнером? Давно тебе говорил Смотри, как вылетают птички и доживешь до старости Да, но я потерян для такой жизни Всю жизнь я мечтал быть крутым детективом, как Хэмфри Блокарт или Дик Пауэлл Или Эллен Летт Знаешь, чтобы в контору приходили эти шикарные женщины Эти горящие камины, эти дождливые ночи Вот о какой жизни я мечтаю Ну как, Сэм? Договорились? Слушай, я буду хорошим помощником, Сэм Смотри, мое последнее изобретение Камера с объективом для замочных скважин Снимай прямо через дверь Меня выставили уже из пяти гостиниц Ну что, Сэм, можно работать у тебя? Просто скажи, да или нет Нет Так это слишком просто Может, подумаешь? Я на пару дней еду в Чикаго, оставляю дверь открытой Можешь приходить и отвечать на звонки Я мог бы поехать с тобой У меня и пальто такое есть Я хоть чуть-чуть мог бы помочь тебе в расследовании Из-за мощной скважины Или... Ты уверен, что я не могу ничем тебе помочь? Да, можешь не совать нос не в свое дело Для него это последний шанс Не суй нос Отвечай на звонки Я сам займусь этим делом Ронни Джексон, частный сыщик Я бы ловил этих вооруженных тупиц Прямо по горячим следам Они бы и простыть не успевали Точно так же, как и он Смуд Смуд Думаю, вы удивлены, что я себя так веду Нет, что вы Все девушки, приходящие сюда, так себя ведут Мне нужен сыщик Прошу, скажите, что поможет мне Понимаете, я только... Прошу вас, господин Маклауд, пожалуйста Зовите меня Сэм У меня такой подход к делу Докладывайте, что у вас? Меня зовут Шарлотта Монтей Баронесса Монтей Баронесса? У меня такое чувство, что кто-то смотрит на меня Да, я смотрю Я приехала сюда три дня назад вместе с королевой Перу И с баронами, моим мужем Так вы замужем Эта фотография была сделана в день приезда Жители Сан-Франциско? Богачи? У меня проблемы Очень большие А зачем инвалидные коляски? Мой муж инвалид Уже семь лет он на этой коляске У вас проблемы? Рассказывайте В порту Я прошла вперед привезти багаж через таможню Ушла она пять Самая большая на десять минут Когда вернулась, он уже исчез Стоять ощущения Сообщили в полицию? Нет, нет Если я пойду в полицию, они убьют его Это кто? Они Как раз это я и хочу Чтобы вы узнали Вот У меня нет денег Но это кольцо можно заложить по крайней мере за пять тысяч долларов Слушай, сестричка, пять тысяч, куча денег, ты не... Кольцо ничто Барон Монтея очень щедр Вы только найдите моего мужа Я отблагодарю вас Увидите Списки я принесу Но не об этом речь Что случилось? Слушайте Они не должны найти меня здесь Я ничего не слышу Приходите по этому адресу Как только сможете Пять минут Это слишком быстро? Вы столкнулись с опасными людьми Будьте осторожны Они не должны знать, что вы детектив Не забивайте себе вашу прелестную головку Я найду вашего мужа Не сойди мне с этого места Тихо, кто-то идет Отвечайте за эту карту своей головой Собственной головой? Торопитесь Ах, это вы, Мэйбл Простите Сюда Приходите как-нибудь вечером После работы ко мне в студию Я вас сфотографирую Когда все уйдут? Бесплатно Оплата только негативов Приходите Печать полтора доллара В любое время Ах, что ты ждешь? Хочешь быть детективом, да? Посмотрим Что там за адрес Папка Собственная голова Как здорово Как здорово Это ваша камера, Ронни? Да, спасибо Слушайте, не обязательно каждый раз наставлять на меня пистолет, чтобы поцеловать Ну вот и завертелось Провавший муж и кореглазая красавица Ее великолепные волнующие губы Какое совпадение И да, да, таинственная карта Все прямо как из детективного журнала Я отправился в машине по адресу, который дала мне девушка И оказалось, что это место совсем близко от города Как бы то ни было, через какое-то время я въехал в ворота одного из шикарных поместьев внизу на полуострове Вскоре я добрался до других ворот Которые я чуть не врезался А потом я увидел эти хоробы Впечатляет Должны быть остатки сватеринских холмов Знаете, такой дом, в котором, кажется, в коридорах можно устраивать охоту на перепелов Тогда я еще этого не знал, но перепелом должен был статья Хороший денек, не правда ли? Может, он не такой уж и хороший Но все-таки день, хотя... Уже поздно Пусть так Доктор Ландау Доктор Ландау, добрый день Здравствуйте, Кисмет Да Меня ожидает барон Монтей Да Да, не желаете пройти? Миленькое местечко Когда же они вынесут весь этот хлам? Очень забавно, сэр Баронаса в своей комнате А вас доложить? Не беспокойтесь, я пройду сам Разрешите помочь вам с пальто У вас проблемы с воротничком? Да, поправьте его Готово Спасибо, дружище Очень забавно Если бы я была с тобой Я бы просила о большем Рядом с тобой я дружу Госпожа Монтей Здравствуйте Красивая песня, да? Да, красивая Но вы были так напуганы С тобой здесь В зимнюю стушу Согреты всегда твоим теплом Но снов на его я все же не вижу Хочу быть с тобой Навеки веку I'm not stealing daydreams It isn't any crime To want to be beside you Till there's no more time Быстрее 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 Вы боитесь опасности? Нет, детка Прижимайся ко мне так близко, как хочешь Здесь наши желания совпадают Я с тобой до последнего вздоха Прошу вас, не надо Да, лучше не оставлять отпечатков Не слишком быстро Мой дядя, барон Монтей Прибыл в страну Ваш дядя? Да Я думал, вы сказали Этот парень ваш муж Мне Мне пришлось вам это сказать Я знаю мужчин Почему-то они всегда, кажется Больше интересуются проблемой Молодых женщин с пожилыми мужьями Да нет Вам просто кажется Пожалуйста Мой дядя приехал в страну По очень важному делу Такому важному Что он никому об этом не рассказывает Даже мне Ваш дядя Значит, не ваш муж Так, я уже назначил цену Могу работать дешевле Прошу вас, не сейчас Слишком быстро Ладно Скажите Вашего дяди есть враги? Я о них не знаю Так А как насчет этого дома? Кто здесь живет? Это дом майора Симона Монтегю Бывшего компаньона барона Когда мой дядя исчез Я так убивалась Позвонила майора Монтегю И он предложил мне помощь Так А что вы о нем знаете? Мой дядя слепо ему верил И все еще Он обращается со мной как с ребенком Говорит, чтобы я не волновалась Что все устроит И все время, как мне кажется Что за мной следят И со временем моего приезда Он так мил и любезен Что-то темновато здесь, не правда ли? Мы как раз о вас говорили Надеюсь, что-нибудь приятное Надо было послушать минутку-другую Что греет мне душу Так это то, что людям я нравлюсь Так же, как они мне Не думаю Господин Крейдж Здравствуйте, господин Крейдж Рад познакомиться Да, я думал, это вас зовут Крейдж Да, я тоже Крейдж Просто совпадение Это майор Монтегю Я встретилась с господином Крейджем на корабле Меня все еще подташнивает Очень приятно познакомиться с вами, сын мой Пока вы в нашей стране Я все для вас сделаю Только скажите Спасибо, сэр Сигару? Нет, спасибо, я за рулем Крейдж, Крейдж Где-то я уже слышал это имя Мадам Вас в телефоне Запишите сообщение, пожалуйста Однако, Шарблотт Может, что-то важное? Да, вы правы Простите, господин Крейдж Ладно, сын мой Теперь немного попритворяемся Да Как поживаете, господин Маклауд? Нет, нет, нет Меня зовут Крейдж 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 я На борту, вы знаете Что вы частный детектив, да Да Сэм Зовите меня, Сэм И чтобы доказать вам свою расположенность Я хочу помочь вам в небольшом расследовании Давайте Сюда, сын мой Проходите, отец Может, я вас немного удивлю Простите, джентльмены Это господин Маклауд Господин Маклауд, разрешите представить Человек с фотографией Барон Монтей Здравствуйте Да, но она сказала, что вас украли Поверьте моему слову, молодой человек, я не мираж Да, но она сказала Она казалась такой Я не понимаю Такая милая девушка Цветок молодой женственности Может быть, доктор Ландау расскажет о ней Кажется, вы встречались с доктором Да, у нас была длительная беседа во дворе Прекрасный день, не правда ли? Это мои слова Послушайте, господин Маклауд Не в правилах психиатра выставлять на показ скелеты из семейных шкафов Тем не менее, я думаю, вам следует знать Объяснение столь странному поведению жены барона Монтей Жены? Но она только что сказала, что она его племянница На прошлой неделе она была его младшей сестрой Это не смешно, майор Последние полгода госпожа Монтей страдает острой формой шизофрении Сопровождаемой зрительными галлюцинациями и расширяющимися жестокими параноидальными иллюзиями А как она в плане ума? Наш друг господин Маклауд из Гарварда Нет, не оттуда Вермонт Клебленд Не присядете ли? Я... Я попытаюсь объяснить вам Что вы не беспокойтесь Я сам все... Госпожа Монтей одержима мыслью, что ее жизни угрожает И она считает, что ее дядю барона украли Хорошо, а почему бы... Почему бы не привезти ее сюда и не показать ей барона? Да? Да, я бы так и сделал Нет, нет, сеньор Это будет слишком жестокий умственный шок Я считаю, ее страхи надо сломить интенсивной терапией Понятно У нее часто срывают крышу Я имею в виду, когда вы приглашаете к ужину гостей, вы прячете от нее вилку и нож? Она опасна только в состоянии эмоционального волнения Вам наверняка попадались подобные случаи в вашем бизнесе, господин Маклауд? Конечно, конечно Я либо занимался этими дурачками, либо оставлял их Я имею в виду... Ладно, мне пора обратно в контору заниматься ногтями пальцев, то есть отпечатками Так что, увидимся Вы знаете, мое сердце разрывается при мысли о бедной и несчастной девушке Ее сознание спутано Ужасно жалко Мне кажется, она даже что-то сказала о карте О карте? Да, она даже дала мне какую-то на сохранение Загадочная такая карта Пропавший дядя Совсем сбрендила Знаете, что-то в ее взгляде заставило меня задуматься Но мне все равно, как она смотрела Но вы сохранили карту? Конечно, почему нет? Может, она ей не понадобится, но... Кто знает, кто знает Спасибо, Киснет Теперь следите за собой, сын мой Шарлотта, дорогая, входи Она прям как пирожное Замороженное, правда Я как раз говорил вашему другу, господину Крейджу, что в любое время, если он будет поблизости, он может спокойно заглянуть к нам на стаканчик виски Прошу извините Майор, не уходите Знаете, старую пословицу, второй лишний Позаботьтесь о себе, сын мой Да, хорошо Ну вот Остаюсь один До свидания Вы знаете, кто это звонил? Полиции? Тише Ее подозрение уже переходит в навязчивость Зачем я сегодня проснулся? Я только что говорила с дядей Как весело, я тоже С кем? С дядей Барона Монтей Он сказал, чтобы я не беспокоилась Но я ужасно волнуюсь В эмоциональном плане? Да Он сказал, что он невредим С ним все в порядке То есть с ним все хорошо Но он не в порядке Я знаю это Нет, нет Он попал в ужасное место Я чувствую, что ему грозит опасность Да, да Ему грозит опасность Да Но он в порядке, он цел Абсолютно цел Я прям как третейский судья Разве вы не понимаете? Кто-то заставил его позвонить Кто-то хочет, чтобы я думала, что все в порядке О, господин Маклауд Я не знаю, что делать Я зашла в тупик Я был в нем час назад Что с вами случилось? Со мной? Вот, лучше заберите свое кольцо Но Господин Маклауд Сэм Вы не оставите меня Не сейчас О нет, я совсем забыл У меня встреча с Джей Эдгаром Гувером Парень шагу без меня не может сделать Но, Сэм Вы сказали Мы будем действовать вместе Вы сказали, вы будете со мной до последнего вздоха Да, я уже приближаюсь к нему Не переживайте, госпожа Монтейн Вы только слушаетесь майора Он очень хороший человек И вы 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 ему нравитесь Значит, они говорили с вами Наговорили всяких вещей Вы с ума сошли? Я имею в виду Какие глупости Никто со мной не говорил Я даже сам с собой не разговариваю Нет, нет, они поговорили Что-то вам сказали, а вы поверили Да нет же, я на вашей стороне Теперь я знаю, кто заварил эту кашу Майор Симон Монтегю Не страшно, крошка Мы же вместе Сэм, прошу, не верим Пожалуйста, скажи, что поможешь мне Прошу Прошу, милый Сделай это для мамочки Мамочки виднее Милый Обещай мне беречь карту, как зеницинка Да, карту Карту Эту карту Да, вот разминка Да Почту можешь вскрыть попозже Я? Уже шесть часов Мне пора До встречи Я покинул виллу и уже отправился к машине Когда понял, что при мне нет револьвера, кобуры и прочего Я смекнул, что эта маленькая сумасшедшая забрала его, когда целовала меня Я развернулся, чтобы забрать его, но передумал Наверху я увидал угловое окно И решил подняться и узнать что-нибудь об этом соломенном вдовце Я понял, что добыть секреты этого дома можно лишь действуя извне В три прыжка, как какой-нибудь козел, я забрался наверх, чтобы быстрее все осмотреть И что вы думаете? Парень, который заявил, что не может ходить, вылез из своей коляски и приспокойненько топает себе по комнате Я понял, что Шарлотта здорова Я вытащил свой фотоаппарат, уже приготовился щелкнуть, когда этот цветущий малый поднялся к окну Я смекнул, что он увидел меня, но нет, он просто закрыл окно, как будто это женский день в турецких банях Я замешкался, но лишь на секунду, замочная скважина, вот где пригодилось мое приспособление Величайшее изобретение со времен открытия пленки Вы у меня попляшите, мошенники, подумал я Сейчас улетит птичка Шарлотта, что я говорю? Он видел барона и сфотографировал его Заберите фотоаппарат, хорошо Где он? Где он? Быстро, закрыть ворота И те, и другие Степан 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 КОНЕЦ 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 Оторвался. Молодец. Мы его потеряли. Потеряли его. Он поехал другой дорогой. Поворачивай. Эй, вы, бродяги с большой дороги, почему вы... Оторвался. Привет, милая. Это Джон. Привет, Джон, дебил. Это Джон, Джон. Проходи, проходи. Проходи. Это Джон. Идеал мужчины. Мы ждем тебя. Я сейчас, дорогая. Надо заполнить адрес. Это студия Твой Фэлл, Джон. Неужели ты думаешь, что можно делать это после такой зоопарки? Ты себя дурачишь. Мы вышли избитые, как мужчины. Девушка, полиция, пожалуйста. Да, да. Уже, соединяйте. Вот так. Девушка. Девушка, отмените звонок. Сложно проявлять, без негатива. Когда я пришел в себя и лежал на полу, голова раскалывалась. В ней оркестр кузнецов отбивал на своих наковальных хор злобствующих тосканиней. Я посмотрел на бутылку старого кольнера и решил выпить двойной содовой. Тогда парни с молотками опять взялись стучать. Однако стук был не в моей голове. Кто-то стучал в дверь. И не в дверь Маклауда. В мою дверь. Дверь в другой комнате. Как это вы? Да, это я, господин Джексон. Моя голова. Как они видят? Янки, 4, Кривленд, 7. Нет, господин Джексон, стадоуважаемый человек, как вы, не должен пить. Кто пьет? А, это бутылка. Мне нужна фотография моего малыша. Фотография? Минуточку. Куда же вы? Господин Джексон. Секунду, подождите. Господин Джексон. Она у них... Она пропала. Пропала? Дайте я посмотрю. Я положил ее здесь и переложил туда. И это должно было случиться именно с моим малюткой. Нет, нет, госпожа Фауна, сдвините. Это не ваш ребенок. Вот негатив. Отдайте печатать в другое место, я ухожу. Помните, если у вас будет еще ребенок, я к вашим услугам. Тихо. Я думаю, мне надо кое-что сделать. Да, господин, сделать важные дела. Что мне надо сделать? Шарлотта. Вот он, этот господин. Арестуйте его. Смотрите, он один из шайки. Прекрасно. Что вы сделали с бароном? Выкладывайте, какие у вас дела? Прошу прощения. Что здесь происходит? Своими синими глазками ты никого не обманешь. У него нож. У вас есть нож? Конечно, есть. Я же садовник. А кем же я был в прошлом вечером? Хризантемой? Он пытался заколоть меня. Держите. Тут есть кто-нибудь под именем Шарлотта Монтей? Шарлотта Монтей. Госпожа Шарлотта Монтей? Вы знаете, кто она? Она остановилась здесь у барона Монтейю. Кто такой барон Монтейю? Этот дом принадлежит Джорджу Крэндлсу. Они уже четыре месяца в Южной Америке. Шесть месяцев. Да, но он отдан в аренду. Разрешите осмотреть дом? Да, прошу, сюда. Извините. Сюда. Я вам все покажу. Они, наверное, все прячутся. Это что такое? Кажется, никого нет дома. Я надеюсь, ничего личного. Что ты об этом думаешь, Серж? Я думаю, ложная тревога. О нет, подождите минуту. Не надо суетиться. Вы все не так поняли. Они забрались в мою машину, заперли ворота. Они устраивают свои делишки. Занимаются вымогательством. Пытаются заставить людей думать, что все сумасшедшие. Да, и начали они с вас. Пошли. Подождите. Поверьте мне, друзья, это самый масштабный сговор со времен матери Вистлера. Спасибо. Минуточку. Двигайся. До города далеко. Дайте мне сказать кое-что. Что? Люблю длинные прогулки. Пошел. Ладно. И если опять будешь надоедать нам, я дам тебе у нас так, что не отличишь, где твой нос, где чужой. Да, может и стой. Простите за беспокойство. Вы неплохой человек для иностранца. Да, но я собираюсь получить гражданство. Готовлюсь к экзамену. И, кстати, господа, не подскажете ли, кто был восьмым президентом США? Мне интересно. До свидания. До свидания. Он опять пришел. Ты знаешь, что сделать. Конечно, знаю. Не то, дурак. Почему он вернулся? Зачем он следит за домом? Ищут улики. Улики? Ему нужно знать, где Шарлотта. Проследи, чтобы он нашел это. И это. Тоже мой великий ДТП. Ты очень дёс. Смотри, что ли. И это. Один. Видео? Видео? Какие? Улики? Какие вы lite. Субботинг. Наверня extension. Субботинг. Продолжение следует... 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 Ну и не надо. Слишком много мужественности. Кто к нам пожаловал? Я не знал. Все должно было быть официально. Буду обращаться с вами как надо, начальник. Подойди сюда и сядь, сэн мой. Нам с тобой надо переговорить. Я поговорю, а вы сидите. Я буду говорить. А я посижу. Посижу. Кисмет, карта. Где карта? У него и нет, господин. Нет, нет. Эта роль и не играет, верно? Это играет роль. Сэм, малыш, недавно я предложил барон Монте купить миральные источники на его земле. К сожалению, барон отказался. А теперь прибыл сюда, чтобы заключить сделку с кем-то еще. И кто этот кто-то? И что за источники? Ты слишком любопытен, сын мой. Это вредно. Может быть, малышка Шарлотта сможет ему объяснить, что к чему? Знаете, вы мне очень нравитесь, Шарлотта, и мне неприятно, что вы что-то от меня скрываете. Отстаньте от нее, державец. Вы... вы все такие... Хорошо, что вы здесь. Я начинаю сверепеть. Шарлотта. Дядя Степан, вы в порядке? Да, милая, они ничего мне не сделали. Это ваш дядя? Он прямо как на фотографии. Что я сделал? Позаводься об этой фотографии, сын мой. Она может нам все испортить. Шарлотта, дай пригурить, пожалуйста. Саймон, если вы не против, я ознакомлю барона с основными фактами. Видите ли, мансиньор барон, у нас есть вы, есть ваша племянница, есть господин Маклауд, а значит, и карта. Пока еще нет. Да, она будет у нас еще до того, как расцветут хоризонтемы. Пожалуйста, продолжайте. Давайте. Хватит дурачить друг друга. Мне нужна эта карта и прямо сейчас. То, что вы хотите и то, что вы получите, две большие разницы. Я ничего... Ничего. Успокойтесь. Кейсмот, успокойтесь. Не будьте так жестоких с Сэмом. И по делу. Бедный мальчик из переживался. Не понимает, что происходит. Прости, милая. Я не собирался драться, детка. Это вы? Так, где карта, сын мой? Ах, вот что вам надо? Что же вы сразу не сказали? Зачем же прибегать к таким методам? Нет, давай. К чему это? Они все равно из нас ее вытарисут. Давай, рассказывай. Ладно. Я спрятал карту у охладителя воды в своей конторе. Он врет. Я обыскал его контору. Нет. Вы смотрели не в том охладителе. Надо в том, который... Сэмом, проще сказать им правду. Вы найдете карту у охладителя воды в здании переправы. В здании переправы. Охладитель рядом с газетным киоском. Третья ячейка сверху. Мы все узнаем. Тони, даю вам три часа на то, чтобы добраться до этого здания и вернуться. Действуйте, сын мой. Доктор? Лучше запишите его как пациента. Если что случится, надо будет заполнить соответствующие бумажки. Но вы понимаете, если Тони не найдет карты. В этом случае вам не поздоровится. Джеймс Коллинс. Сэм. Сэм, вы меня слышите? Что случилось, Крошка? Видели, я взяла у дяди сигарету. У меня было послание от него. У нас есть два часа на то, чтобы вырваться отсюда. Не стоит волноваться, пока не вернулся Тони. Они забрали мою одежду? Мою тоже. Забрали? Забрали. Скажите, а шпильки у вас нет? За одни время сейчас думать о внешности. Возьмите. Прекрасно. Скажите, а как вы догадались о сигарете? Мой дядя никогда не курил. Так что, когда он попросил прикурить, он хочет, чтобы мы связались с Джеймсом Коллинсом из корпорации инженерных данных. Тысячу раз видел, как это делается. Кто такой этот Джеймс Коллинс? Вставьте шпильку в замок, поверните и... Все так просто? Просто вставьте шпильку в замок, поверните и... Прошу, входите. Вставайте, играть в оборог будем потом. Давайте. Быстрее. Уходите. Уходите. А, это вы? Уводите меня. Я принес вам поесть. Я сам все приготовил. У меня что-то нет аппетита. Вот если бы сходить на прогулку... Эти парни вас не пустят. Знаешь, родной, ты мне нравишься. Да, странный способ показывать это. Я все еще пытаюсь придумать, как выбраться. Мне жаль. А мне как жаль. Просто не могу передать. Знаете, Вилли, вы мне тоже нравитесь. Правда? Да, сэр. Какие у вас мышцы? Колоса в двух ногах. Только взгляните на его плечи, руки. Вы как мешок с картошкой. Сплошные бугры, бугры. Бугры? Как шарик. Скажи, милый, можно я тоже попробую твои мышцы? Да иди ты. Смотри, тут есть одно место. Где это? Здесь. Прям как женщина. Легче, легче. Все, чего ты касаешься, превращается в труп. Знаешь, Вилли, с твоей силой держу пари, ты взял бы эту батарею, растянул бы и стал играть, как на аккордеоне. Вот было бы весело. Ты даже эти прутья смог бы раздвинуть. Я не люблю ухвастаться. Давай, давай, похвастайся. Хорошо. Вилли, шикарно. Да ты силач. Лучше я вырву батарею из стены. Нет, нет, не надо. Уже достаточно. Ты чудо. Такой здоровяк. Ты великолепен. Позже тебе это пригодится. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я присмотрел за тобой, мой милый. Да, да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Надо быть аккуратнее. Да. Уилл. Уилл. Вы слышали? Да. Тоже мой великий детектив. Простой чокнутый, обвел меня вокруг пальца. Нам лучше убираться отсюда через два часа. Да, попались как мыши в мышеловку. Но в конце концов, мы самка и самец мыши. Ваш обед. Спасибо. Нет смысла драться. Слушайте, я же сказал, не надо драться. Пойдемте. Нет, давайте ключ. Больной я буду медсестрой. Великолепно. Здесь можно взять новую одежду. Когда спустимся, лучше разделиться. Встретимся у моей машины. Вы не ошибетесь? С серым откидным верхом. С таким гутком. Та-та-та-та-та. Это раритетная модель. Да, а если они забрали ключи? Они нам не нужны. Есть один трюк с траволкой. Та-та-та-та. Та-та-та. Изображай медсестру. Как это? Изображайте больного. Да, да. Спокойно, спокойно. О, сестра. Он под фенобарбиталом? Да, как дела у доктора? Боюсь, переборщил. Пошли. Подожди. Давай посмотрим. Что здесь? Ничего особенного. Куча корма для Молли. Подождите. Это мое. Ваше, да? Красиво. Когда доберемся до двери, бегите. И быстро. Привет, незнакомец. Тихо. Как дела, дорогой мой? Смотрю, разгуливаешь с хорошенькой медсестрой? Да ты тут же вылетишь отсюда. Этого мы и хотим. Сколько ветвей власти в вашем правительстве? В нашем правительстве три ветви власти. Что это за три ветви власти? В правительстве три ветви власти. Исполнительная, законодательная, судебная. Чем занимается законодательная власть? Чем занимается законодательная власть? Издает закон. Чем занимается исполнительная власть? Она осуществляет. Пришел бежать, незнакомиться? Это ты. Опять тренируетесь? Тренируемся. Прекрасно. Минуточку, не переживайте, милая. Милая. Я только... Шикарно. Иди сюда, трус. Смотри, нарвешься на неприятности. Почему ты грязная крыса? Ничего личного. Спокойно. Ты где? Иди сюда. Иди, иди. Почему вы? Что? Что? Какой дурак. За ними. Бегом. Вилли, беги туда. Там я их не вижу. Вилли, расходимся. Обыщем лес. Расходимся. Друг. Как нам от них оторваться? Ты не видел всех подробностей, крошка. Надеюсь, я не слишком их обидел. Хорошо, что мы внизу. Да. Все, отпускаю тормоза. Что ты делаешь? Покажу тебе трюк с проволокой. Никакие ключи не нужны. Мы победили. Ура. Сорвали куш. Лучше бы взялись за нож. Молчи. Что случилось? Я за рулем. Я сам справлюсь. Но что-то трудновато. Как только попадем в город, позвоним господину Коллинзу. Мы лучше заберемся до вашей конторы и заберем карту, а потом... Держите, держите. Что случилось? Господа Монтери, у меня для вас новости. Я выхожу из игры. Но, Сэм, вы не можете. Я борюсь с собой. Такой образ жизни для меня перебор. И я немного потерялся. Достану вам карту, и мы расстанемся. Скажите, господин Маклавов, вы всегда боитесь пожилых мужчин с неестественным южным акцентом? Минуточку. Чем я вам обязан? Все, что я знаю, вы пришли ко мне в контору с вашим вымышленным рассказом, с кольцом. А теперь кольца нет, и я по горло сыт этой истории. Поднимите крышу. Дождь начинается. В это время года дождя не бывает. Ну, покапал немного. Ну, вот добрались. Росновин Джексон, детский фотограф. Да, это я. А где же Сэм Маклавов? Он уехал из города. Это губительно для всех нас, всех, кроме него. Значит, вы изображали сыщика? Да, я по горло этим сыт, сестричка. За последние сутки за мной гнались, меня стреляли, меня били. За мной опять гнались и пропустили через мясорубку. И я еще жив. И то лишь потому, что страховая компания не хочет сдаваться. Они боятся обанкротиться. Вот. Вот ваша карта, госпожа Монтей. Тот самый охладитель воды. Но не в этой конторе. Прощайте. Хорошо. Прощайте, сэн. То есть, господин Джексон, прощайте. Прощайте. Я не говорю до свидания. Пока, сестричка. Подождите. Вы не можете так просто уйти. Вы промокли до нитки. Не страшно. Спокойно. Почему женщины ведут себя, как женщины? Вот. Вот кое-что. Чьи-то вещи? Мои. Выберите то, что вам нужно. Правда, те, что с кружевами, все еще в стирке. Можно мне? Нет, это моя комната. Прошу сюда, за шерму. Даже если вы не детектив, то ведете себя, как настоящий сыщик. Мне не особо везет, сестричка. Хотя я жив, и это уже хорошо. Ронни. Да. Я хотела, чтобы вы знали, я почти не сержусь на вас. Не сердитесь? Я очень благодарна вам за то, что вы для меня сделали. Даже будь вы Сэм МакМаут, вы бы не смогли сделать больше. Не вгоняйте меня в краску. С этого момента я занимаюсь лишь птичками из фотоаппарата. И не имею ничего общего с вашими делами. Ронни. Я считаю, вы храбрый человек. А я вижу сопливого труса. Ну что ты сопишь? У меня некому больше идти. Вы не поможете мне? Нет. Прошу вас. Не просите. За кого вы меня принимаете? Все только потому, что вы девушка, а я мужчина. Вы смотрите на меня своими огромными синими глазами, разрешаете обнимать вас, прижимать к себе все ближе и ближе. И только так. Вы думаете заставить меня делать все, что угодно? Что ты хочешь, крошка? Милый, первое, что мы должны сделать... Мы уже это делаем. Мы должны найти Джеймса Коллинза. Коллинза? Нет. Нет, нам надо выбираться отсюда. Это первое место, где нас будут искать эти типы. Не хочу, чтобы эти парни опять щекотали мне горло. Снимайте это. Что? То есть одевайте. Я лучше сначала уберу это. Где моя шлепа? Ах, это вы, госпожа Фаун. Господин Джексон, не выталкивайте меня. Извините, тороплюсь. Господин Джексон, я так разочарован на вас. Вы сфотографировали первой в жизни улыбку Сони и дали мне не тупо. Да не беспокойтесь вы об этом, госпожа Фаун. Я верну вам деньги. Тороплюсь. Мне не нужны деньги. Мне нужна фотография с первой улыбкой Сони. Тише. Они идут. Быстрее, быстрее. Давайте. Мы за вами. Я пришлю вам чек. Вы дали мне не те негативы. Мы пытались выйти на господина Джеймса Коллинга. Секретарь его сказала, что вечером у него встреча в ресторане под названием «Золотая курица». А значит, нам не о чем было беспокоиться. Монтегю и его приспешники, они куда-то смылись, где-то затерялись. Так что следующей нашей целью была «Золотая курица». Мы несколько выделялись из ресторанного общества, поэтому я потратил последние деньги и взял на прокат смокинг и вечернее платье для шарлоты. Ребята, как она смотрелась. Правда, я уверен, что суть заключается в том, что в нее вкладываешь. Через час мы были в «Золотая курица» в одном из тех показушных ресторанов, где на завтрак подают норку. Господин Винкл, ожидайте вас. Столик господина Коллинза. Он нас ждет. О, да, господин Коллинз. Справа у окна. Да, это он. Проходите. Прошу вас. Минуточку, друг. Вот, возьмите. Скажите, той блондинке за столиком ее просит к телефону. Прошу прощения, сэр. Пройдемся. Прошу вас. Извините. Мисс, у вас к телефону. Простите меня. Господин Коллинз, мы бы хотели переговорить с вами. Не думаю, что я... Садитесь и рассказывайте, детка. Меня зовут Шарлотта Монтей. Мой дядя барон Монтей. Барон Монтей? Не думаю, что я когда-либо... Мой дядя просил связаться с вами. Простите, боюсь вашей близи. Официант, счет, пожалуйста. Эта карта о чем-то вам говорит? Где барон? Генри! Официант сказал, что мне звонили. Сейчас узнаю, мисс. В эту среду после обеда у барона важная встреча в Вашингтоне. В Вашингтоне? В гостинице Берегрим. В гостинице Берегрим. И кто-то должен пойти на эту встречу. Кто-то пойдет, но не настоящий барон. Первое, что надо сделать, сообщить местной полиции. Верно. Вы остаетесь, вы остаетесь. Эти люди убийцы. Тогда и я остаюсь. Идемте. Если мы не вернемся через 45 минут, звоните в полицию. Все они. Посмотрим. Это ближайший полицейский участок. Хорошо, позвоним оттуда. Но чем быстрее мы передадим это дело ФБР, тем лучше. ФБР? В среду в Вашингтоне барон Монтей должен встречаться с представителем государственного департамента. Вот это, да? Положение становится опасным. Послушайте, господин Коллинз. А какую роль играете вы в этом деле? Я геолог. Я работал с господином бароном Сан Рэмон. Фактически это я сделал для него эту карту. Залежек реолита. Я ничего не вижу. Это шифр. Вчера утром мне позвонили. Голос был как у барона Монтей. Однако сказали, что планы изменились. Что землю продавать не будут. Вы понимаете, что это значит? Не совсем. Это значит, что кто-то другой, может другое правительство, охотится за этими креолитами. Креолиты? Мы не можем позволить забрать их. А что это такое? Креолита, руда, содержащая криптобар. Криптобар? Нет, нельзя, чтобы они их получили. А что такое криптобар? Это уран. Ура. Теперь я понял. Я тоже читал Бука Роджерса. Я знаю. Уран. Какая наглость. Представьте. Знаете, я так и думал, что все окажется гораздо хуже, чем я предполагал. Весело, да? Давайте, идите. Бюстер Колинз, приехали. Что? Кровь? Кровь. Ты не моя. Красная. Спокойно. Роди, Роди, спокойно. Не страшно. Извините. Орудие убийства. Это мой пистолет. А вам нужен убийца, да? Да, это мой пистолет. Что? На нем мои отпечатки. Мне на все абсолютно наплевать. И я? Я иду домой. Не уговаривайте меня. Нет. Я устал. И хочу отдохнуть. Так что просто пойду домой. И не пойду навстречу непонятно с кем. Послушайте. Вы мне? Вы же не собираетесь уйти с этим? Я говорю вам, это не я. Не я. Конечно, не вы. Этот водоразборный экран просто свалился на вас. Да, да. Разрешите взглянуть на ваши права. Офицер, вы неправильно поняли. Это не моя машина. Не ваша. Нет, я не вожу машину. Я много пью. У меня носовые кровотечения, и... Тогда что вы здесь делаете? Я просто протирал. Я пытаюсь тащить этого пьяного, то есть ограбить его. Нет, я не думал. Далеко бы я его не утащил. Кроме того, это мой хороший друг. Он напился. Но мне пора. Было весело. Очень весело. Но слишком быстро. А то выглядит подозрительно. Прощайте, было весело. Хватит этого. До свидания. Мне пора. А тут что? Эй. Парень, стой! Прекрасно. Он им займется. Этот парень нам очень поможет. А что с девушкой? Шарлотта не проблема. Харком у нас. Когда я рассказал об этом Шарлотте, она очень переживала. Однако быстро отошла, как мячик, отскочивший от стены. Прекрасный резиновый мячик. Но внутри у меня было слишком тяжело, чтобы ловить его. Разыскивается детский фотограф по подозрению в убийстве Полинса. Меня разыскивали. Ронни Джексон подозревается в убийстве. Мы собрались спасать дядю этой куконки и малыша Ронни. И с этой шайкой пришлось попотеть. Это означало, что следующая наша цель Вашингтон. Нужны были деньги на дорогу, и детка Шарлотта добыла их. По самолете нам достались последние два места, и в полночь мы уже играли в пятнашки со скалистыми горами. Шарлотта была очень мила. Она следила за мной, как мама. Думаю, она хотела убедиться, что я не исчезну. Для маскировки я одел темные очки, а разговаривая с окружающими, приходилось вилять. Единственная вещь, беспокоившая меня, была высота. Я так и знал, что она меня подведет. Даже когда я встаю на тонкий ковер, меня начинает тошлить. Мы попали в Вашингтон к полудню следующего дня, и мы такси добрались до гостиницы Пилигрим. До цели нашего путешествия мы приближались к финалу. Ронни Джайсон против стаканчика виски Монтегю. Морюн бился с его умом. Да. Но мозги были у него, а я с ними боролся. А что, если у них не будет комнаты рядом с выксом тяги? Просто улыбнешься им, а они дадут нам номер. Спасибо, Ронни. Смотри. Рад Вас снова видеть, барон. Спасибо. Я буду занят. Думаю, старый недомерок присоединится к нему позже. Я узнаю, что с номером. Друг, можно переговорить? Секундочку, пожалуйста. Какой номер у барона Монтеги? Простите, его нет в городе. Я господин Долсон из государственного департамента. Да. Он ожидает вас. Люкс 14С. Спасибо. Да. Мы хотели бы комнату где-нибудь на 14 этаже. Извините, все занято. Скажите, что с номерами для Хеннесси и Маккайли? И Келли Шольца. Да, да. Зарегистрируйтесь. Мне показалось, вы сказали, номеров нет. Видите ли, если бы у вас было забронировано, я бы мог... Конечно, у нас бронь. Вы не похожи на детектива. Ну, я... Я... Событие дня благотворительная Лига полицейских детективов. Официальный обед. Зеленая комната. Ну, я не совсем детектив. Я скорее осведомитель. Смотри. Разыскивается за убийство. Ну, нам пора, друзья мои. Пока, пока. Все. Всем всего хорошего. Идем, Дебора. Идем. Да, мы опаздываем ночей. Знаешь, терпеть не могу сырые булочки. Я тоже. Давай, поторопись. До свидания. Читайте, читайте, господа. Читайте все. Пойман убийца. Они меня поймали. Сирийный убийца из Нью-Йорка посажен в тюрьму. Это об убийце из Нью-Йорка. Да, конечно. Я же убийца из Сан-Франциско. Не знаю, сколько еще протянул. Меня надо поместить в горячую воду, пока я не размякну, как пакетик с чаем. Почему бы тебя не выйти, забери? Да, если я и сама справлюсь. Ну, конечно. Теперь ты от меня отделаешься. Теперь, когда меня ищут за убийство. Убийство. Ты хочешь, чтобы я ушел? Ладно. Постой-ка. В гостинице требуются коридорные горничные официантки. Ты не слышишь, звонят? Как звонят? В люксе 14-ц нужна вода со льдом. И кто, ты думаешь, ее туда принесет? Конечно, я. Ну, как тебе? Я не знаю. Эй! Эй! Эй, мистер Долсон! Господин Долсон! Мальчик, верни его! Господин Долсон, я хочу поговорить! Проходите сюда. Направо, майор Монтаги. Мальчик, помоги. С этими сумками. Я не могу. Вода со льдом для блондинки из 14-а. Она прямо горит. Подождите. Не валяй дурака, бери чемоданы. Ей очень нужно. Она прямо-таки... Иди сюда. Хватит толкаться. Мне платят за то, что полагается, знаете. Ладно, Тони. Иди. Мальчик, ты... Да. Этот портфель. Контора там, Симон. Да. Отнесите багаж в эту комнату, а портфель в контору. Скажите, как все было? Легко? Я прекрасно обошелся с господином Долсон. Как хорошо, что вы опять с нами, барон Монтаги. Вы надолго, Вашингтон? Ненадолго. Может, дня на два. Можно поговорить с вами? Да, но не сейчас. Открыть вам окна? Нет, нет, спасибо. Я вернусь. Мальчик! Мальчик! Иду-иду. Еще что-нибудь взял, Сэр? Это все, спасибо. А другой мальчик. Минуточку, молодой человек. Передайте это Вашему другу. Отдай ему. Спасибо, Сэр. Постой! Постой! Ладно, сосынок. Вы могли бы гордиться, но это точно. Кейсмет никогда никем не гордится. Добрый вечер. Ну что? Барон упертый старик. Он так ничего и не рассказал. Притворяется, будто не знает кот. Дайте-ка мне. Да это мой старый друг. Тише. Вилли, мы с тобой друзья, помнишь? Помнишь? Конечно, ты мне нравишься. Пойдем, скажем остальным. Нет, Вилли, нет. Они все испортят. Мы друзья. Вот. Поешь. Грецкие орехи. Они ваши? Набивай карманы. Бери еще. Бери, бери. Знаешь, я люблю грецкие орехи. Больше всего на свете. Тише. Спасибо. Даже больше, чем кокосы. Они для этого не годятся. Скоро сгодятся. Забудь, что видел меня. Пожалуйста. Я принесу тебе много других орехов. Ты сможешь колоть их, вставляя между век. Знаешь, как здорово. Только тише. Будь умницей. До встречи. Пока. Пока-пока. Знаете, кого я сейчас видел? Тихо. Вот та самая часть кода. Тихо. Что ты делаешь? Калю орехи. Знаете, кто мне их дал? Да сядь ты. Он был прямо за дверью. Сядь. Я только хотел... Замолчи. Некрасиво так разговаривать. Да тихо ты. Ладно, я могу и тихо. Ну как? Мне показалось. Ты немного расстроена. Есть что-нибудь в портфеле? Только это они слишком хитрые, чтобы все фиксировать. Да-да. Я выйду к нему и все им выложу. Все это так грязно. Я искала по всему кабинету. Либо мы найдем что-нибудь на них, либо нас подстрелят, как уток. Либо мы найдем что-нибудь, либо нас подстрелят, как уток. Именно это я и сказал. А что это? Боже мой. Записывающее устройство. Повторяет за тобой. Знаешь, этому парню слишком жирно держать при себе секретаршу. Знаешь, как с этим обращаться? Конечно, надо просто говорить в микрофон. Придумала. Что? Ты займешься этой штукой, а я заставлю их говорить. Лучшая идея из тех, что приходило мне в голову. Чудо, что ты можешь, когда подумаешь. Давай, заставь их. Это что? Не знаю. Звук шел оттуда. Прекрасно, Шарлотта. Теперь вы горничная. Она опасна. Пора избавиться от нее. Оставьте ее, Кэссет. Зачем нам неприятности? Да какие неприятности? Упакую ее в чемодан и отправлю брату в Калифорнию. Я сказал, оставьте ее. Мы все уладим. Садитесь. Садитесь, Шарлотта. Сесть. А что случилось с вашим другом? Как там его звали? С господином Джексоном? С этим драком. Он никогда не мог держать рот на замке. Вы для него слишком хитрые. А теперь я одна и слишком слаба, чтобы продолжать борьбу. Два недели, чтобы бороться ниже. Правда, тут и бороться не за что, милая. Вот что я имею в виду. Шарлотта, однажды я сделал вам довольно великодушное предложение. Да? Насчет карты? Да. Насчет карты. Теперь я его повторяю. Здесь что-то отсутствует. Код. Вы дадите мне код к урановым источникам, и я вас обоих отпущу. Вы имеете в виду дядю и меня? Да. Понимаю. В противном случае. Вы знаете, что мы сделали с мистером Коллинзом? Что это мы? Это я сделал. Когда я берусь за работу, то делаю все как надо. Не думаю, что нам надо терять время на пререкание, Кисмет. Ладно. Мне надо подумать. Это очень серьезное решение. Детка, я не люблю, когда меня заставляют ждать. Мы не того не любим. Ну, Шарлотта. Правда. Вы действительно убили господина Коллинзом? А кто ты думаешь это сделал? Детский фотограф? Этот милашка-детектив? Как тебе это нравится? Чистая работа. Художественная. И она считает, это сделал дилетант. Да, да. Хватит кипятиться. А я не кипячусь. Шарлотта я жду. Ты слышала меня? Киснет. Я поверить не могу, что вы убили господина Коллинзом. Да убил я его. Убил, убил, убил. Сколько еще повторять? Хватит, хватит. Замолчите, молчите. Спокойней, друзья. Одно движение, и вы трупы. Не узнали меня? Отдайте мне карту. Иди сюда, детка. Ты попадешь под перекрестный огонь. Давайте, зовите своих друзей. И поторопитесь. А то я вас так изрешечу, что будете как друшлаги. Давайте, зовите их. Введите их сюда. Пошевеливайтесь. Отличная работа. Отлично, ребятки, можете войти. Входите. Входите. Не стесняйтесь, ребята. Для каждого найдется пуля, и одна останется прозапас, если я услышу, что кто-то все еще дышит. Знаете тех сыщиков сверху? Скажите им, я тут устроил вечеринку в номере 14-ц. Ладно, с тобой будет все в порядке? Конечно, это мой стиль работы. Все встаньте вдоль стены. Поторапливайтесь. Всех перестреляю. Назад. Все назад. Я сказал, назад. Ладно. Назад пойду я. Давайте, ребята, будьте разумны. Полиция до вас доберется. Почему я раньше об этом не подумал? Видите эту запись? Здесь кое-что записано, и вы, парни, за это поплатитесь. Вилли. А что Вилли? Отдай мне ее. А как же орехи? Я не обижу тебя. За что, трусы? Начали драться, да? Все за ним. За ним, за ним. Все за ним. Подойдете на шаг, и я разобью запись в дребезге. Секундочку, на чьей стороне? Пожалуйста, ребятки. Я больше не могу, там потолок. Я голову разобью. Отдай запись. Орехов не получишь. Отдай запись. Отберите. Нет, нет. Что я нашел? Бутылка вина. Вот, как мы сделаем. Что здесь происходит? Я лейтенант Кэмисси. Лейтенант. Ребята, рад вас видеть. Арестуйте этого человека. Он мошенник и убийца. Они все здесь убийцы. Ты в порядке? Да, спасибо. И как раз вовремя. Что это? Он немного не в себя пица. Представляю вам всем Ронни Джексона. Разыскиваю ему штатом Калифорнии по подозрению в убийстве некоего Джеймса Коллиза. Прослушайте запись и узнаете, кто его убил. Да, прослушайте запись. Давайте послушаем. Давайте. Сюда. Слушайте. Сверхнулся. Давай. Подождите, сейчас будет... Я их всех выведу на чистую воду. Вы услышите? Правильно. Я провел расследование с помощью набейших технических цеп. Вам помочь? Верните запись. Назад. Джентльмены, запись, которую вы сейчас услышите, не только снимет с меня подозрения, но также изобличит ужасающий международный сговор. Сговор Джентльмены, стремящийся разрушить цивилизацию. Слушайте. Это не та запись. Они подменили ее. Пройдемте-ка. Секундочку. Прежде чем вы его уведете, в этом кармане есть что-то, что принадлежит мне. Прошу вас. Верните карту. Она не его. Она оборона Монте. Спросите ее. Спросите Шарлоту. Шарлотта. 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 Пошли, убийца. Ну вот и все. Конец, вы знаете. Все произошло так быстро. Шарлотта так и не появилась. Прекрасно срабатана. Женщины. Что-то мне это напоминает. Да, уже поздно. Вы пришли поздно. Через пять минут для Ронни Джексона все уже будет поздно. Нам дали билеты. Помните, это был экспромт. Не слишком туго. Дышать сможете? Какая разница? Что это за штука, доктор? Стетоскоп. Стетоскоп. Привет. Директор, есть новость от губернатора? Открывайте. Выходи, сынок. Нам с тобой надо прогуляться. Да, я готов. Прогуляться. Воды принесите. Теперь я ложусь спать. Они и вас схватили. А вы как живете? И где мы? Смотрите. Шарлотта. Какая двуличность. Почему ты не пришла на суд? Где ты была? Ронни, ты свободен. Я свободен? Ура. Но как? Кто это сделал? Ты сделал. Своей маленькой камеры для замочных скважин. Смотри. Сэм взял это у госпожи Фаун. Остальное клевое дело. Камера сняла притвор у барона. Ты прям как Маккой. Молодой человек, я хочу поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь. Не стоит благодарности. Я сделал это. Я знал, что смогу. Может, сыск вае предназначение? Да, так оно и есть. Ронни Джексон частный сыск. Нет, Ронни. Я думаю, лучше себе заниматься детским путем. Я забыл сказать палачам, что все кончилось. Дарри! Ничего не надо. Не надо? Смотри. А ему так хотелось поучаствовать в этом деле? Ронни Джексон частный сыск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова